Добрый вечер, дорогие друзья! Как всегда в это время на телеканале Автоплюс программа «Попутчик». Меня зовут Сева Кущинский, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, звоните в эфир, пишите смс-сообщения, задавайте вопросы, получайте актуальные ответы. Помогайте этот эфир делать нам интересно. Собственно, хотя сегодняшний час, я думаю, пройдет довольно весело и задорно, поскольку тема располагает к этому. Лето в разгаре. О чем же говорить, как не о кабриолетах? Мне кажется, что тема такая очень и гламурная, и веселая, может быть, и сложная. Давайте разбираться, что же такое кабриолет в нашей нелегкой жизни. Разрешите представить сегодняшних гостей. Арзуманов Арам и Сергей Фаст. Эти уважаемые господа в моей студии неспроста, потому что они представляют клуб любителей кабриолетов. Ничего не напутал, друзья? Нет, все правильно. Так что за любовь у вас к кабриолетам? Откуда родилась такая? Любовь родилась у нас давно. Родилась, так как не хватает солнечных дней в Москве, очень много зимних дней. Нам не хватает солнца, соответственно, так как смотрим, как живут в Европе люди, в Германии, в Великобритании. Нам так не жить. Нам не жить, конечно, но хотелось бы немного увидеть больше солнца. За это ловим каждый момент солнечных дней и летом в Москве. Сергей, твое ощущение от кабриолетов? На самом деле, все банально просто. Один раз решил, как обычно, поменять машину, потому что предыдущая немножко поднадоела, немножко стала старая. И случайно на рынке на глаза попался кабриолет, решил, ну, стоит просто для начала прокатиться. Просто прокатиться и прокатился, понял, что нравится, купил. И вот именно с того момента, именно с того дня не могу себе отказать, чтобы не кататься летом на кабриолетах. Какой кабрик сейчас у тебя? Сейчас, к сожалению, снова в поисках. В очередной кабриолет. До этого был Audi кабриолет на базе 80-ки. Любитель ретро я. Вот, поэтому, как бы, хорошая машинка. А сейчас что? К чему душа тянется? К чему лежит? Сейчас уже хочется чего-то, наверное, мощного, быстрого. Какой-нибудь, наверное, родстер. Соответственно, какой-нибудь привод. Что-нибудь, Jaguar? Я думаю, нет. Я люблю немцев. X-Far. Я думаю, Audi, либо... Z4. Либо BMW Z4, да. То есть, что-нибудь мощное, что-нибудь двухместное. Успехов в поисках. Спасибо. Арам, у тебя что сейчас? У меня BMW 330 кабриолет 2002 года. В то же время быстрый, надежный автомобиль с недорогим обслуживанием. Это первый кабриолет? Нет, это четвертый кабриолет у меня. До этого что было? До этого был Audi кабриолет. Два Audi кабриолета, только зеленый и черного цвета. А потом была BMW кабриолет, тоже 320. А сейчас BMW 330. А Audi какие были? Audi тоже B4. На платформе B4. На базе 80-ки. Да. Вы знаете, честно признаюсь, люблю кабриолеты. Я сам не имею, но, в общем, ездить приятно. Можем прокатить. Спасибо. Гамма чувств, которую испытываешь, сам, сражаем, велика, но мне кажется, она несравнима с гаммой чувств, которую испытывают люди окружающие тебя, и ты чувствуешь, что ловишь эту энергетику. Это от зависти до ненависти, от восхищения до каких-то там откровенно таких отрицательных эмоций, что вот понакупали, вот буржуины. Но при этом ты едешь и как-то наслаждаешься всем этим букетом ощущений. Вот вам приходится весь спектр ощущений ловить в городе. Да, да. Несомненно, так как, когда едешь, допустим, по городу с откинутой крышей, как-то вот можно даже сказать, что питаешься взглядами окружающих людей. То есть не бывает одна из ста машин, водитель которой не посмотрит на кабриолет, не оценит его там. Не обратит внимания на них. Если не обращать внимания, то делает вид, что я не смотрю, мне интересно. Да, да, именно так. И очень часто бывает, что на светофорах там, где, когда останавливаешься, подъезжают, спрашивают, а как машина, а что? Вплоть до того, что крышу сам отрезал. Конечно, сам. Да, с болгаркой в гараже, то есть отрезал, сейчас выехал покататься. Как тебе? Да, относится, конечно, положительно, особенно внимание девушек радует в этом вопросе. Конечно, положительно, это вот давай уточни, вот девушек это да, но у всех остальных не уверен. Нет, почему? Сейчас уже народ видит, что очень много кабриолетов в городе, соответственно. Относительно много, скажем так. Ну, относительно, да, относительно много, не такая реакция, как была раньше, что проезжает одна машина в месяц, там все голову сворачивают. Сейчас как-то поспокойнее, но, тем не менее, народ смотрит, взгляды спрашивают, сколько стоит. Ну, всякие вопросы. Не течет ли крыша, не холодно ли зимой, ну, разные. Не порежут ли около дома. Ну, кстати, это очень актуальный вопрос, потому что, когда появляется на тест машина с мягким верхом, если оставляешь, то вот всегда этот вопрос возникает. А часто такое бывает? Это большая редкость, очень большая редкость. У нас в клубе было, ну, буквально один-два случая, там, за пять лет буквально, там, наверное. Ну, да. В случае вандализма просто уровень культуры у нас вырос или, в общем, не совсем? Да нет, ну, с другой стороны, если рассмотреть так, ну, кабриолет, машина, да, красивая, да, симпатичная, да, что-то нечто оригинальное. Во дворе стоит дома. Ну, я, допустим, как обычный, да, житель столицы, я прохожу мимо этой машины, ну, что у меня, у меня нет желания, там, ее порезать крышу или, там, разбить стекло. Я просто прошел мимо, посмотрел на нее, ну, класс, машина, супер. Мне бы такую, и прохожу мимо. То есть, ну, другой человек делает точно так же. Единственное, да, когда могут порезать крышу или разбить стекло, это если злоумышленники, да, что-то увидели в салоне. Ну, как в любой машине, никто от этого не застрахован, то есть, просто-напросто не оставляйте никакие вещи в салоне, хотя бы на виду, и... Ну, это как относится к любой машине. Ну, да, в то же время, потому что думают, что можно угнать от порезав крышу, это невозможно, так как там многослойный каркас крыши, там, всякие синтепоны, там, три слоя крыши, так что угнать ее не получится. И самое интересное, сам каркас, это многорешетчатая система, то есть, ну, физически пролезть через него невозможно. Ну, это проще у обычной машины вскрыть консервным ножом дверь, то же самое. Ну, как бы, ну, это большая редкость, вот, с крышами, с вандализмом, это большая редкость. Как бы по угоняемости это тоже большой плюс, то, что кабриолеты в Москве практически не угоняют, так как их очень мало. Слишком яркая машина. Слишком яркая, да. Слишком неутилитарная, ну, да. Малоприменима, ну, в общем, как бы, и избытие там, и слава богу. Ну, да, отлично. При этом, такое количество хороших, красивых, дорогих машин ездят по улицам, и уже ничем не удивить. Но вот, когда люди видят кабриолет, все равно, вот, особое такое отношение, мне так кажется. Пусть это будет и зависть, или восхищение, но приятно находиться в центре внимания. Ну, конечно, в центре внимания всегда приятно находиться, если это не случай, когда там ты облажался где-то в таком духе. Ну, то есть, ну... Скажите, пожалуйста, насколько удобно, вот то, что вам это нравится, это понятно, а насколько действительно в каждодневной эксплуатации кабриолет удобен? Ведь это же бывают и родстеры, откровенно двухместные машины. Ну, типов кузовов, конечно, существует в кабриолетах, это в первую очередь четырехместный кабриолет, который больше всего, на мой взгляд, подходит для каждодневной эксплуатации. Для городской. Да, для городской, там, можно и на рынок съездить, и в магазин, и что-то купить, приобрести, там, не проблема кого-то довезти, перевезти, там, то есть, да, никаких вопросов в этом нет. И самое главное, что при перевозке каких-то, там, стройматериалов, он не ограничен по высоте. Слушай, интересно, хотел бы видеть, если такой человек на хорошем кабриолете перевозит деревяшки или железяки. Все бывает, все, как бы, у каждого, там, допустим, ну, у многих есть дачи, да, там, какие-то вещи перевезти, а если это единственная машина, кабриолет, да, то, соответственно, а как по-другому перевезти? Если это не крупногабаритная, там, мебель, да, когда приходится заказывать специальный транспорт, а обычные кабриолеты, обычные досочки надо довезти. Ну, открыл крышу, досочки вытащил. Сегодня, возвращаясь с работы, соответственно, видел девушка на Вольво новом кабриолете, везла вагонку, то есть, у нее торчало из салона, полыбался, ну, как бы, понял, что это, в принципе, нормально. Опять же, если захочешь помочь, то очень легко, не надо дверь открывать, тут же вагонке подбежал, помог. Ну, итак, да, четырехместный автомобиль, понятно. Четырехместный автомобиль, да. А все остальное? Все остальное, это машина для эгоистов, так называемые, это родстеры, некоторые называются спайдеры тоже, да, вот у Альфа Ромео, допустим, называется так модель ихняя. Что еще? Конечно, она менее удобная, она двухместная, но она, конечно, по управляемости намного лучше, чем четырехместный кабриолет, она в то же время... Ну, родстер на той родстер, что спортивная, в общем, машина со спортивной, если уж не чисто спортивной, то, по крайней мере, с хорошими спортивными повадками. Согласен полностью. В вашем окружении все-таки больше таких утилитарных, может быть, четырехместных, или все-таки много именно родстеров люди думают о том, как удобно ему и красиво? Вы знаете, 50 на 50 все-таки, просто в России очень такой большой рынок был кабриолетов, да, то есть машин старых, да, машин там ретро-машин бывает, там уже кто их называет, кто бы застилетний машин называет ретро, то это ретро уже машины. Значит, в большинстве случаев они четырехместные. Как-то родстеры ворвались в нашу жизнь уже более таких свежих годов, то есть сейчас сложно встретить, например, какого-нибудь родстера-мерседеса на улице 70-го года. Но зато там кабриолет БМВ там 80-го, там, начало 80-х годов можно встретить, там их несколько будет ехать подряд, ну, как бы никто не будет даже замечать об этом. То есть, ну, 50 на 50. Есть и родстеры, кто выбирает, у кого вторая машина, допустим, кто эгоист, как сказал Рам, он гоняет там по Москве, по ночной, там, радуясь там воздуху свежему ночью в Москве. Несколько уточнений, но очень правильно. Да, а есть люди, которые ежедневно эксплуатируют автомобиль, да, действительно, у которых там есть жена, там, ребенок, вот, или которые там своих друзей могут хотят куда-то довезти, там, им нужна четырехместная машина. Поэтому все-таки 50 на 50 я склоняюсь к такой развесовке. Эпатажная машина, вызывающая такие яркие эмоции, и часто бывает такое-то, вот, понакупают. Вот это оправдано, действительно, много среди ваших знакомых и членов клуба, люди, которые, ну, вопрос не бедный, меня интересует не столько, сколько они зарабатывают, а что эта машина не первая у них, не единственная, а там, вторая, может быть, третья в гараже. Или довольно много людей, у которых это единственная машина. Да, безусловно, как бы, у многих людей это второй автомобиль, второй, третий даже автомобиль в семье, потому что необходим иногда большой автомобиль. Ну, это понятно. Да, потому что надо перевозить, там, тоже, те же грузы, вещи. Но в то же время... Ну, статистика какая-то есть, или такая статистика? Если так взять развесовку, опять же, да, по процентам, ну, я думаю, ну, процентов, наверное, 60, чуть больше половины, это у машины вторые, вторые, третьи машины в семье. Потому что, ну, все-таки, скидка должна быть на наш климат, когда просто-напросто улицы не чистят. Ну, где можно проехать на Родстере, на низком? Да, люди ездят, да, там, можно проехать аккуратно, но большинство людей хотят видеть у себя джип, потому что, опять же, дороги Подмосковья, дороги поехать на дачу, это нужен обязательно внедорожник. Ну, это мы сейчас по поводу клиренса уходим, не обязательно, мы все-таки про кабриолеты говорим, потому что клиренс не сам, а самое главное, отсутствие крыши, или там, мягкая, тентованная, либо жесткая. Зимой как? Вот зимой ездят? Ездят, ездят. С мягкой крышей? Ездят, да. Кто-нибудь ездит без крыши? Ездят. В основном Новый год. Когда нужно... Ну, да, да, то есть в Новый год. В Новый год попадаются машины, да, открытые. Зимой я эксплуатировал два года кабриолет Audi, кабриолет на базе 80-ки, 91-го года, с мягкой крышей, то есть софт-топ был. Я хочу сказать, машине не холодно, в ней теплей, чем в обычной машине, то есть кубатура салона чуть поменьше, из-за того, что это, можно сказать, рассмотреть как купе машина. Ну, с другой стороны, наверное, она быстрее остывает, хотя и кубатури нагревает. Да, быстрее остывает, да. Это минус, единственный минус, когда выключаешь двигатель, печку выключается, выключается, то есть просто-напросто машина быстро остывает. С другой стороны, если это жесткая крыша, то, в общем, особо... Никаких минусов нету, да. Она скрипит? Ну, да, наверное. При этом, вот, мой личный опыт пользования кабриолетами, скажем, там, вот, Peugeot 308 CC с высокой крышей, с поднимающимися, все стекла поднимаются, сзади этот теплый шарфик, плюс рамка, которая не дает завихрить, практически вообще не ощущается ветра. При этом, очень люблю Ягуар, но в Ягуаре очень тяжело передвигаться, вот, Мазда МХ-5, тоже очень сильно дует. Вот, что скажете? Да, сзади Мазда МХ-5, насколько я знаю, там нет ветрозащитного экрана, да, Сергей? Да. А там просто некуда. Ну, в то же время, в то же время, нет, в Ауди ТТ, ну, да, согласен. Ну, машина чуть-чуть выше, там, классом, соответственно, там и ветрозащитный экран есть. Ну, не дует, что могу сказать, в Ауди ТТ ездил, не дует там. Может, как хочу сказать, в продуманном кабриолете, когда ее продумали с завода, они доработали у нас где-то в России, если поднять передние стекла, да, передние, если у них, машина существует задние, то задние форточки поднять, поставить ветрозащиту, защитный экран от ветра. Включить максимально... Печку. Печку, подогрев сидений. Да, то я вот, допустим, эксплуатировал, ну, до плюс восьми комфортно. Не ощущаешь того, что тебе холодно, что ты замерзаешь. А если, соответственно, окна опустить, то, соответственно, холодно. Продолжим чуть позже, у нас есть звонок. Слушаем вас в эфире, представьте, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Меня зовут Александр. Я бы хотел спросить вот такой вопрос. Как вы боретесь с грязью, пылью в городских условиях, и неужели приходится все забирать из машины, грязь, чем выйти куда-нибудь, сесть в кафе, или вы закрываете все-таки крышу, чтобы куда-нибудь выйти в магазинчик и забежать, или кафешку? Спасибо. Вопрос понятен. Как боретесь? Есть ли черный пояс в борьбе с грязью? Нет, значит, ну как, грязь, она присутствует в любой машине, ну, в кабриолете, естественно, ее побольше. Ну, если не грязь, то, по крайней мере, пыль, да? Пыль, да. Пыль, да. Маговато вот после... Банальная тряпочка в кармашке двери, которая находится, можно вот аккуратненько там протереть ее, ну, раз в день сел в машину, или придя в гараж поставил там около дома, протер машину, соответственно, там где-то что-то сидение может... Ну, на самом деле, не сильно она пылится. Вот, ну, все как обычный автомобиль, только чуть-чуть больше внимания. Чуть-чуть больше внимания. А вот при выходе, соответственно, из машины, там, куда-то сесть в кафе... Все равно закрывают? Всегда все закрывают? Нет, нет. Есть люди, которые оставляют? Оставляем. Скидка делается только на погоду. Если видишь, что облачка, тучки, лучше закрыть. Если машина находится в поле зрения... Да, если в поле зрения машина, то смысла закрывать вообще нет. То есть на заправках нет такого, что там, надо закрыть эту машину, но осталось. Я, когда езжу, как-то вот все-таки закрываю, мне страшно. Даже говорят, ну, сейчас тебе накидают туда банок, склянок, каких-то сигарет. Это российский менталитет все-таки сказывается. Да, в Европе, конечно, когда вот стоит кабриолет, никому в голову не придет, ну, а у нас сегодня по-другому. Да, то есть наночь оставляют машины открытые. Ну, у них хорошо, мы уже об этом договорились. У нас-то как? Ну, придет в голову кому-нибудь оставить кабриолет? У меня сосед ездит на Porsche Boxster. Летом часто вижу картину, машина по 4-5 часов стоит в одном из подмосковных городов во дворе с открытой крышей. Не знаю, есть ли у нее там сумки или что-то там у него лежит, но наверняка ничего нет. Но машина открытая. Я когда отлучаюсь от машины на 10-15 минут... Все-таки закрываешь? Нет, наоборот, я оставляю. А, если 10-15 минут, то оставляешь? Если надолго, да, конечно, что мне там, чтобы пыль там залетала всякая, ни к чему все это. Да и лишние взгляды тоже. Ну, если облачков нет, а просто едешь и вдруг проезжаешь какую-нибудь лужицу, а тут встречка. Бывали такие смешные случаи? Бывали, бывали, конечно, бывали. Бывали, ой, и поливалки бывали у нас. Ну, достаточно поливни. И стекла уже не получишь, а лужи, грубо говоря, в лицо, да? Да, в ливень бывали, попадали. Но вот в чем особенность кабриолетов, да, вот все-таки аэродинамика какая-то у этих машин продумана. Если двигаться со скоростью, ну, где-то более 70-80 км в час, то ответственно заявляю, да, что не попадает ни капля. Абсолютно ни одной капли не попадает. Главное, не попасть на светофоры. Потому что это чревато, да, зареванием салона, водой. Ну, как бы тоже не страшно. Почему не страшно? Потому что чаще всего у кабриолетов кожаный салон, который, ну, практически практически. Довольно тереть, практически, да. Да, да, то есть не будет же там час стоять под дождем. Ну, так, ну, намочил и намочил. Ну, протер, протер, лишний раз протер машину, протер салон, поухаживал за ним. Друзья, если вот попытаться собирательный образ такой представить себе, может быть, вспомните всех своих друзей, кто на кабриолетах или членов клуба. Вот что это за человек? Вот какие-то? Я думаю, это мужчина или девушка. Без формы. Ты угадал, ты знал. Мужчина или девушка. Очень много девушек на кабриолетах в последнее время. Очень много. Да, если это было бы... Ну, потому что это стильно, это так красиво. Стильно. А может, просто хочу кабриолет? Да. Возраст около 30 лет. Как правило, да, это около 30 лет. Успешные люди. Не обязательно очень богатые. И в то же время кабриолет может иметь и студент. Потому что очень широк рынок кабриолетов. Он доступен для многих людей. В то же время мы собирали этот образ на сайте. Общались, кто ты, владелец кабриолета. Чем занимаешься? Да, чем занимаешься. Тоже интересовался вопрос. Интересно, да, было. Как правило, все работают на хороших должностях. С образованием высшим, как правило. Ну, вот так, в принципе. Кто к машине, в общем, как я себе представляю, относится не просто как к средству передвижения, а получает наслаждение. Даже не столько, как говорят, знаете, от езды, в смысле от скорости. На кабриолете же, наоборот, нужно ехать так. Вальяжно. Вальяжно, спокойно. Ну, может быть, и довольно быстро, но при этом как-то вот не нервничая. Так, чтобы дать себя посмотреть людям. Себя показать, других посмотреть. Ну, с другой стороны, есть у меня много знакомых, соответственно, владельцев кабриолетов. Есть много тех, кого я знаю, да, кто ездит на машинах недорогих. То есть, у кого доход в средний в месяц не превышает, там, 30 тысяч рублей. Вот. И кто способен, грубо говоря, на эти деньги жить и еще обслуживать свою машину. Ну, единственное, естественно, машина в семье. Очень много таких людей, которые ездят круглый год на машине. Она, машина сама недорогая. То есть, по деньгам это половина новых «Жигулей», а то и треть бывает. Вот. Но которые получают не меньше удовольствия от него, чем те люди, которые покупают дорогие машины, которые там на эксклюзивных, может, каких-то марках ездят автомобили. Там, нет, за несколько миллионов, там, или десятков миллионов. То есть, очень сложно сказать, но чаще всего, да, все-таки это люди, которые уже по возрасту в районе 30, как сказал Арам, и имеют там более-менее хорошие зарплаты, чтобы иметь там, как кабриолет, как вторую машину, а то и как третью, а некоторых есть и как шестая, и как и седьмая. То есть, ну, фанаты. Рады за этих людей. Друзья, скажите, пожалуйста, насколько вообще люди, которые ездят на кабриолетах, и члены вашего клуба, вы разбираетесь действительно в машинах, насколько вас интересует вот сам механизм. Или это вот такой некий поверхностное отношение к машине должен быть кабриолет, или есть вот такие технари, которые прям действительно разбираются в машинах, подошли к выбору кабриолета не только насколько быстро убираются крыши, как она, а вот мотор должен быть такой, а управляемость такая, а подвеска сякая. Вот насколько действительно много в вашей среде таких подкованных людей? Вы знаете, что хочу сказать. Кабриолеты, кабриоводы, которые общаются в нашем клубе, они также общаются в профильных клубах. То есть, если... Если Mazda, то это Mazda клуб. Да, это Mazda клуб, да. Если Audi, то это Audi клуб. Если BMW, то это BMW клуб. Вот. И, соответственно, там, ну, кабриолет, он ничем не отличается от той же самой купе. То есть, подвеска идентична, ну, чаще всего, в большинстве случаев. Подвеска абсолютно идентична, там, двигатели одинаковые стоят, а детали кузова в большинстве своих случаев одинаковые стоят. Там, колеса, тормоза, там, элементы управления. То есть, большинство вот такую информацию, да, вот именно техническую, какой двигатель лучше, какую подвеску купить себе, это все-таки люди узнают на профильных форумах, да, где большее количество людей общается и больше могут помочь. У нас же все-таки направлено, наверное, на то, чтобы изучать особенности кабриолета. То есть, это касаемо то, что крыши касается, механизмов, то есть, уходу за кабриолетов, там, кто пользуется кабриолетом только летом, там, консервации кабриолетов, помощь по выбору кабриолетов, да, там... Очень важная тема. И, соответственно, встречи, то есть, как-то покатушки, как мы называем их, то есть, прокатиться колонной, там, через всю Москву. Ну, Москва нет, чаще область. То есть, где-то выехать на природу. Я почему задаю этот вопрос? Потому что многие считают, что, в общем, кабриолет — это не мужская машина, что, в общем, так, больше для пафоса, для какой-то такой выпендрежа. Я с этим не согласен, потому что считаю, что, в общем... Это машина, и есть, например, ну, тот же Егор, XFR, кабриолет, 510 лошадиных сил на заднюю ойство. Это нужно... Уметь управлять. Уметь управлять и серьезно понимать, что это за машина. А есть, а есть Мерседес, Геленваген, в кузове и кабриолет? Тоже, вроде, не женская. Ну, да. То есть, нет, абсолютно, это заблуждение, что кабриолет — это женская машина. Есть, по своей сути, женские машины, например, Peugeot 206 CC, там, 207 CC, там, ну, 300-я серия у них уже более, так, ну, униссекс. 308, да, так сказать, 307-308. Мерседес, да, наверное, и СЛК-серии больше к это относится. Да не сказал бы, то есть, многие, да, кто на СЛК ездят мужчины, но также есть женщины, то есть, какие-то машины можно назвать чисто женскими, а в большинстве слоем все-таки нет. Ну, в общем, мы ставим это вам такие разговоры из зависти. А ты упомянул про то, что вы общаетесь в том числе на тему выбора кабриолетов. Что спрашивают, что интересует, что отвечаете вы, каким образом подобрать правильный кабриолет? Да буквально все спрашивают, буквально все спрашивают. Главное, конечно, в выборе кабриолета бюджет покупки автомобиля. Так как и любого транспортного средства, главное бюджет в этом вопросе. А там уже по бюджету определяется привод, год, двигатель какой предпочтительный, коробка передач. Соответственно, уже не так много их кабриолетов, что остается небольшой выбор. Соответственно, ищется уже по этим характеристикам автомобиль. Вторичный рынок кабриолетов, вы сказали, что довольно велик. Да. Вот с какой планки начинается кабриолет? Буквально от 100 тысяч рублей. 20 тысяч без документов. Ну, это уже без крыши, без колобки. Нет, она нормально, просто она без документов. Нет, ну вот правда, действительно. Если человек хочет купить кабриолет, но, в общем... Ну, я думаю, от 100 тысяч. Если человек хочет кабриолет получить и хочет не пафосно разъезжать по улицам, а получать удовольствие от езды. В то же время нужно будет человеку готовить дополнительные средства на вложение в этот автомобиль. Вот, вот о чем я хочу сказать. То есть, вы же тоже консультируетесь. Конечно. Можно же вложить 100 тысяч, но при этом ты должен четко понимать, что 100 тысяч – это такой входной билет в мир кабриолетов. А дальше ты должен... Тут, наверное, все-таки действует правило. Кабриолет нужно покупать не год, а состояние. То есть, иногда бывают парадоксы, что машина 2005 года стоит точно так же, как машина 1992-го года. И в некоторых случаях лучше взять машину 1992-го года и ездить на ней ни в чем себе не отказывая, радуясь каждому дню. А можно взять того же... Опять же, 2005-го, да, но, соответственно, ездить не от сервиса до сервиса. То есть, все-таки, состояние решает. Когда обслуживаете сервис, есть какая-то отдельная строка «ремонт кабриолетов»? То есть, вот... Или все-таки, вот, если у тебя БМВ, ну, и там норма час, например, столько-то. Или все-таки у кабриолетов отдельная своя какая-то история, там, крыша ломают, значит, так... Совсем другие ценники. Ценник, конечно, другой, но у нас клубный сервис есть, как бы, да, основанный для... Где подскажут, помогут. Где подскажут, помогут, имеют опыт, как бы... И что, прямо вот есть люди, у которых кабриолеты вот сами, засучив рукава, ковыряют свои машины? Я? Да? Что можно сделать каблете собственными руками? Да все. Все, ну, все то же самое. Ну, если там, ладно, перебрать подвеску, там, поменять масло, заменить колодки, там, обслужить кабриолет, это могут большинство. Но это как все машины. А что такого специфичного кабриолетов? Я, допустим, себе перешивал стекло сам. Заднее. То есть, у некоторых моделей кабриолетов есть заднее стекло из высокопластифицированного ПВХ. Пластиковое, в общем. Удалось выговорить. Да. Много уже запросов сделано на поисковиках. Вот. То есть, сам перетягивал тент себе. То есть, новый ставили. Настраивали крышу, чтобы она там не текла, в нее не дуло, там, где-то не задувало. А приходится делать. То есть, производителям, оказывается, не все учтено, да? Да. Существуют конструктивные особенности этих машин. Так как кабриолеты – это машины с дверьми без рамок. Ну, вот. Честно говоря, не помню, как правильно называется эта дверь. Вот. И поэтому неплотное прилегание к резинкам, оно существует. Резиночки, которые идут поверх стекла, то есть, на самой крыше, имеют свойство ссыхаться, разрушаться, трескаться, рваться. Ну, и, соответственно, если гнать машину в сервис, да, то там все сделают. И резинку поменяют, и стекло настроят, и, там, крышу протянут. При этом не все кабриолеты при открывании двери приопускают. Ну, есть, которые, в общем, довольно плотно прилегают. И мне до сих пор непонятно, как удается так совместить эти зазоры, и как они не пропадают, не увеличиваются с ходом времени, потому что на том же «Эгуаре», да, то слегка приопускается стекло. Но, как бы, данная опция на BMW 3 серии была с 1994 года. То есть, при открывании ручки двери стекло опускается на пару миллиметров. Но это неудобно зимой в то же время. Примерзает, как бы, стекло, и приходится использовать всякие препараты, ну, не препараты, конечно, использовать всякие, там, аэрозоли, пшиклки. А профессия доктора накладывается. Да, да, да. Работа, работа, да. Так что, вот так, в принципе. Скажите, пожалуйста, я понимаю, что пределов хорошему нет. Есть очень-очень дорогие кабриолеты у людей. Вот эти машины часто в использовании? То есть, много в клубе людей, у которых такие прям вот дорогущие кабриолеты? Дорого, для всех разная цена. Ну, я считаю, что если 6 миллионов на машину, то, в общем, это очень дорого, в принципе. Дорогих кабриолетов много? Ну, в Москве хватает. В Москве много, но чаще всего за рулем или владельцы этих данных кабриолетов не столь общительные люди, чтобы заходить в интернет-сообщество, то есть, на форумах общаться где-то. Ну, в общем, они самодостаточные. Они, да, у них много других дел, чтобы, соответственно, зарабатывать деньги и покупать машины вот за 6-10 миллионов. А какие самые интересные машины у вас в клубе? Вот какие-то редкие, может быть, экземпляры как-то? Может, ретро-то искусство увлекаешься? Ну, Volkswagen Juke есть довольно-таки старенький, но в идеальнейшем состоянии. Наш одноклубник, там, 1960 какого-то года. Седьмого, кажется, года. Да, ну, шикарная машина. Человек взял ее в не очень хорошее состояние, восстановил полностью, вложил в нее душ. Ну, естественно, на вопрос, почем продашь, никогда не продам. Вот, то есть, бывают машины... В основном, все-таки, ретро, это у нас уже, там, конец 80-х, начало 90-х годов. Это Audi, это BMW, вот немецкие марки, их очень много. Они были распространены, возили их все почему-то в конце 90-х. Ну, видимо, была возможность. То есть, машины уже в России по 10 с лишним лет. Накладывается отпечаток, так сказать. Отпечаток, эти 10 лет накладывают сильный отпечаток, да, чтобы машину, если хочет себе купить, приходится выбирать очень долго. СМС-сообщение из Золотайской окравы. Хочется кабриолет ретро. Что можно найти у нас в России? К сожалению, не подписался наш? Да что угодно можно найти, как бы уже говорил, все зависит от вашего бюджета. Ну, вот так, может быть, что бы посоветовали человеку? Хочет, вот кабриолет хочет ретро, не хочет новую машину. Что такое вот? Ну, ретро тоже, опять же, опять такое понятие ретро. Для нас там уже может ретро 80-е, человек хочет 30-х годов. Все-таки я, наверное, посоветовал бы искать какого-нибудь старого-старого-старого американца. То есть, машины довольно-таки популярны. Как я себе представляю, это здоровая машина, это прожорливая машина. Да, да. Как все американцы, а плюс к тому, что она еще будет каких-то лохматых годов, то кушать она будет ой-ой-ой. Да, но есть плюс огромный. На американские машины любых годов всегда можно найти новые запчасти. То есть, можно заказать в Америке? Да, если человек хочет себе, то есть, даже под восстановление эту машину взять, то у него не будет проблем никогда, чтобы ее восстановить. То есть, американские запчасти, да, любые. Даже на Ford T можно купить оригинальный аккумулятор. Что-нибудь еще, кроме американцев, посоветовали бы? Из ретро, да, вообще. Ну, из европейцев мало, конечно, машин доступны на нашем рынке. Ну, вот XKR, да, Jaguar, он не ретро, но он, по крайней мере, сохранил некие такие... Ну, да, в черты, в форму сохранил. Но, опять же, это не ретро. Вот что-нибудь такое, действительно, олдскульное, что-то. Олдскульное, это Mercedes 54-го года какой-нибудь. Надо искать в Европе. И это сколько же денег он будет стоить? Это очень дорого он будет стоить. Ну, я думаю, что как раз, чтобы купить новый эксклюзивный Mercedes, тоже кабриолет, я думаю, так же. Скажите, есть специализированные сервисы, кроме вашего клубного сервиса, которые занимаются исключительно кабриолетами? Или все-таки это профильные действия? Потому что, чтобы четко человек мог понимать, что у него кабриолет, у него проблемы с крышей или со стеклами. Специфические проблемы, чтобы он ехал, если у него BMW не в BMW-шный центр, а в центр именно кабриолетов, где не обманули быстро, нормально сделали ему то, что нужно. Ну, прежде всего, это официальные дилеры. Вот, опять же, там... Это если новая машина или на гарантии, или на какого-то более-менее вменяемого года? Если вы взяли машину того же американца, то простите. Есть, значит, если машина все-таки... Ну, к машине нужен творческий подход. А к кабриолету какой же еще может быть подход? Согласен. Значит, то есть несколько человек в Москве, там, может быть, где-то в регионах, которые занимаются это на такой основе, ну, сам себе зарабатывают деньги, сам принес... Кулибины. Кулибины. Вот. Но все-таки именно специализированных сервисов по кабриолетам, по кабриолетам... Можно пересчитать по пальцам. Если их нет, то я думаю, что вот, 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 ну, вот. Все. Озвучу, три. Да. Сергей Скорб, три. Три. Но их надо искать, и не факт, что найти. То есть очень мало. Очень мало, кто будет заниматься кабриолетами. Затронули тему Кулибинах. Встречаются ли люди, если не встречаются, насколько часто, которые самые, что называется, химичатые, вот, вот, да, действительно, взял и сам обрезал крышу. Но на самом деле, Сергей поподробнее расскажет в этом вопросе. Да, есть у нас тоже один одноклубник есть, который, значит... Один. То есть он эксклюзивный одноклубник. Который очень все это афишировал, что как молодец, хорошие отчеты сделал, как он это сделал. Москвич 401-й. Вот. Сам, соответственно, отрезал крышу, сам сделал дополнительную раму, сам сделал, сшил тент, сам все стекла подобрал, там, двигатель от другой машины там поставил. Да, то есть собрал, что называется, из того, что было. Но в результате это нечто. Это двухцветный красивый ретроавтомобиль, просто шикарный, на котором не то, что, наверное, может быть приятно ездить, да, а вот эти взгляды, которые на тебя падают, вот реально от них заряжаешься, если едешь именно на такой машине. То есть, ну, есть люди, которые сами это делают. Есть в нашем клубе не так много, но на различных автомобильных клубах, там, мы везде практически общаемся. На форумах. Да, на форумах. Есть люди, которые, да, там, очень часто у Волк 21-х отрезают крышу, ну, это нормально. Есть какие-то... BMW 6-й серии, которые тоже дорогое удовольствие, грубо говоря, совместились с 21-й Волгой. Получилась очень интересная модель, да. Тоже брали. Эксклюзивная. Ну, есть такие, есть самоделки. Абсолютно не самоделки. То есть, совсем машина, которая... То есть, вообще, это непонятно, что. На вопрос, что это, это, ну, отвечает просто так. То есть, ну, что было реально в гараже, то есть, какая-то где-то разобранная машина, может быть, что-то он оттуда, что-то оттуда, что-то оттуда принес. Ну, есть такие машины, они ездят по Москве, причем их зарегистрировали, прошли все, соответственно, и, соответственно, испытания на этих автомобилях, получили документы на них, получают тихосмотр регулярно на них и ездят на этих машинах. То есть, и такие бывают. Есть звоночек. Давайте примем. Добрый вечер. Вы в эфире говорите, пожалуйста. Добрый вечер. Здравствуйте. У меня понтяк фаерберт, но он не кабриолет, он обычная крыша. Но заводская конструкция предусматривает вариант тарга. Вот можно ли, куда обратиться, я давно хочу заказать комплект и сделать из обычной, как бы, крыши, вот этот вариант тарга. Спасибо большое. Можете что-нибудь посоветовать? Прежде всего, это профильный клуб, скорее всего, автоклуб какой-то нужно искать. И, скорее всего, не в России, то есть, а в Америке. Скорее всего, придется искать донора, грубо говоря. Потому что это сделать не так просто. Некоторые, ну, если это в новом выпускается, скорее всего, выпускается этот комплект, он будет стоить порядка стоимости машины. Совет, может быть, даже в некоторых случаях такой можно дать. Купить, найти донора и переставить, соответственно, интересующие запчасти на свою машину. Потому что на некоторые запчасти ценники действительно космические. Ну, в таких случаях бывает проще продать этот фаерберт и купить фаерберт с кузовом тарга. Да, искать на аукционах, искать, соответственно, вот, как сказал, по автоклубам. Кто ищет, тот всегда найдет. То есть, главное, что не бросать эту идею. Если действительно такая идея есть, и машина нравится, хочется тарга, то искать. Искать, искать, искать. Может быть, пройдет год, может, два, но в результате человек это найдет. А есть вообще связь у вас какая-то плотная с Европой, с Америкой, где как можно общаться, узнавать, как, что, или можно как-то купить, чтобы помогли люди? Какого братства? Есть, есть, конечно. Вот, допустим, у меня, когда была Audi Cabriolet, очень плотно общался на немецком форуме, посвященном данному автомобилю. И что поразительно, действительно поразительно. 100% одноклубников моих немецких, да, отзывчивые. То есть, любой готов поехать за 300 километров, купить какую-то маленькую деталюшку, прислать, причем это все безвозмездно. Ну, естественно, деньги там за деталь я могу переслать, но там за то, что он ездил, 300 километров туда, 300 обратно. Нет, денег мы брать не будем. Вот, пожалуйста, мы знаем, что это такая хорошая машина, вот, чтобы вы радовались. То есть, встречаются, очень часто встречаются те люди, которые помогают, помогают безвозмездно. А иногда даже затрачивают свои средства, чтобы помочь человеку, то есть, в беде. Много, в общем, машин было время, везли из Америки. Вот там это называется конвертабл. Вот удается общаться с американцами? Вот где там эти настоящие корабли пустыни, которые жрут по 40 литров? С американцами как-то меньше, как-то меньше. Там больше с европейцами. Литовский клуб, да, у нас есть кабриолетов, да, украинский клуб кабриолетов. Как-то больше, как бы, партнеры наши с американцами, как бы, поменьше. Хотя там кабриолеты, там, для Америки, это вообще, конечно, прямые хайвэи. Не кабриолетов, а все-таки конвертабл. Конвертабл, да. Примем еще звоночек. Добрый вечер, вы в эфире, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Очень приятно. Меня зовут Антон, я владелец кабриолета Chevrolet Corvette. Поздравляю вас. Молодцы, вот, я знаю этих ребят, хочу им высказать свое почтение, молодцы. Забрались в телевизор. Такие большие, а влезли в маленькие ящички. Хотелось бы узнать, что собираетесь вы участвовать в автоэкзотике? Вот, как знаете, скоро будет. Спасибо за вопрос, спасибо, что позвонили, спасибо, что смотрите. Как насчет, да, скоро автоэкзотика? Да, некоторые члены нашего клуба будут принимать участие в этой автоэкзотике. Но, к сожалению, в этот раз у меня и у Сергея принять участие там не получится. Скажите мне, вот, люди на кабриолетах, как бы, вот, уже и так выпендрились. А что можно такого сделать в кабриолете, чтобы еще участвовать в автоэкзотике, чтобы среди всех прочих людей, которые что-то делали своими машинами, еще больше как-то вот выкабриолетиться? Некоторые устанавливают ламбо-двери, так называемые двери вверх, в стиле ламборгини, диабло. Некоторые красят разноцветной краской, хамелеон. Кто-то клеит пленкой. Кто-то ставит пневмоподвески, сполера. Кто-то увеличивает мощность двигателя. Кто-то переделывает привод. Все, абсолютно все то же самое, что делают с обычными машинами. Все можно делать с кабриолетом. Насколько вообще популярно вот этот вот тюнинг для кабриолетов? Кто-нибудь занимается увеличением мощности двигателя? Кто-нибудь поднимает клиренс? Ну, что-то вот такое. Есть, есть ребята, да, которые занимаются, кто устанавливает компрессоры на свои автомобили, кто ставит, как говорил Сергей, пневмоподвеску. Кто-то увеличивает клиренс, кто-то понижает его, когда удобно где-то ехать. Пневмоподвеска, как у лорайдеров, чтобы машинка попрыгала. Тыгла, поскакала, кривенько поехала, как говорят. Да, это тоже очень эффектно смотрится в то же время, как бы, есть. Ну, все так же, как и все. Кто обладает мощными машинами, скажите, пожалуйста, участвуют в каких-то заездах? Дрейг рейсинг, стрит, что-то такое? Или все-таки накладывают отпечаток? Вот это вот такая неспешность жизни? Так, эстетика. Эстетика кабриолета? Участвуют. Участвует, много народу участвует в уличной жизни, у уличных гонщиков, которые там устраивают, да, действительно, заезды там где-то легальные, нелегальные. Ну, чаще всего это владельцы действительно мощных автомобилей, там, чаще всего топовых у компаний, производителей. Вот, ну, когда человек покупает такую машину, то есть, когда там 500 и больше сил в ней, лошадиных сил, то, соответственно, он где-то хочет показать, что у него их действительно много, что эта машина на что-то способна. Потому что в Москве в связи сейчас с транспортной ситуацией, ну, я, если говорить про Москву... Пятестам кобылам просто не то, что не разогнаться, им даже и гуго не сказать. Да, точнее не скажешь. То есть, ну, участвуют, участвуют, действительно, там, гоняют, показывают мастерство вождения, показывают мощность своего автомобиля. Есть владельцы кабриолетов настолько разносторонние люди, что иногда даже удивляешься. Хотя слабо представляете, например, какого-нибудь дрифтера, который, круша, рвя свою резину, значит, закидывая все это себе в салон, значит, проходит в управляемом заносе. Ну, почему? Допустим, есть же, вот, когда формула дрифта, вот, соревнования, если не ошибаюсь, там участвует Nissan 350Z кабриолет. То есть, да, у него каркас наварен, но он же кабриолет. Да. Изначально-то он был кабриолетом, да, то есть, участвует на всяких, на любых машинах. Еще звоночек у нас есть. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, вы у Фили. Да, здравствуйте. Я звоню с первым вопросом, где найти автоклуб, вот этот вот, где вас можно увидеть, вот. И второй вопрос, где можно перешить крышу, то бишь, сделать полностью новую перешивку грезентом. Отвечу сразу за ребят, что найти можно на пространствах интернета, я думаю, найти несложно, забиваете. Поисковики. Поисковики, все. А вот теперь конкретно про крышу, да, действительно. Крышу можно перешить в сервисе, то есть, это стоит, в принципе, не особо-то и дороже. Перешить это что, значит? Крыша повреждена, что-то случилось, или хочется, там, изменить цвет. Изменить цвет. Полностью крыши, ну, редко когда ремонтируют. Дорогое удовольствие? Нет. Ну, нет, тоже. Ну, тоже, да, тоже нет. Для кого-то дорогое, для кого-то недорогое. Порядок, например. На самом деле, порядок цен перешить, если мягкий верх, да, то есть, ну, с установками со всеми, ну, где-то порядка 40 тысяч. То есть, ну... Ты так сказал, если мягкий верх. Интересно, а можно ли перешить крышу жесткого верха? Нет, почему можно, там, можно перетянуть ее кожей, обтянуть, то есть, сделать кожаную крышу, ну, все, что угодно. И так 40 тысяч, ну, так вот. Порядка, да, плюс-минус, в зависимости от модели кабриэля, это в зависимости от того, что существуют же и разные ткани на кабриэле. Допустим, у американцев это больше ткань, похожая на брезент. Более тонкая и плотная, да? Да, более плотная и такая она вот... Грубоватая. Грубоватая, да. У европейских автомобилей это все-таки ткань, специальная ткань, которая прорезиненная, многослойная ткань, она не пропускает в воду, не пропускает там какой-то холод и так далее, то подобное. То есть, все зависит от того, что хочет кабриэлюбитель, от того, какая у него машина и, соответственно, вот размер, наверное, его кошелька. А не ответили, где? Как найти вот тот тюнинг-ательет? Там же, на просторах интернета. Там же на просторах интернета, то есть у нас в клубе есть информация о том, что мы помогаем, там всегда нам можно задать вопрос, если нас найдут, всегда можно задать вопрос, где это сделать, что это сделать. Мы с удовольствием отвечаем, вплоть до того, что на сайте размещены наши телефоны и я, допустим, с любым кабриэлюбителем, кто мне звонит, с удовольствием общаюсь и по мере своих возможностей все-таки консультирую. Алтайский край, вот человек, видимо, который звонил, говорит, интересен, вот спрашивал про ретро-автомобиль, мы ответили, говорят, нет, год интересен 60-е и 70-е годы американцы. Делать хочу сам Павел. Вот видно, что человек подходит вот прям со знанием дела. То есть вот 60-е, 70-е годы американцы. Это вообще реально? Да, реально, более чем реально, то есть найти машины в России такие можно, потому что, мне кажется, нет ни одного автомобиля, которого хоть экземпляра не было бы в России. Мне кажется, есть все, главное тоже, опять же, упорство искать. Я бы посоветовал, ну, наверное, из моего личного, я люблю эту машину, это Ford Mustang, то есть модель там 65-67 года, вот. Я все-таки, наверное, когда-нибудь себе позволю купить и восстановить, и радоваться этой машине, то есть. И ярко-красного цвета. Ярко-красного цвета, да, с мягким верхом, то есть, ну, есть какая-то такая у меня маленькая мечта. Насколько широко представлена гамма кабриолетов в России, ну, я не знаю, там, вот с тех 60-х, 70-х годов и по нынешнее время? Или все-таки есть какие-то провальные куски в истории? Да, есть провальные куски в истории. С чем это связано? В основном, связано с политической ситуацией в стране. В период СССР мало можно было привезти автомобили. Вообще мало чего можно было привезти. Ну, да. Ну, колбасы и прочее. Да. После 90-х годов, когда все у нас за навес упал, начали, когда возить автомобили, растамаживать их, тогда вот начали везти все, кто все что может. Санкт-Петербург прислали сообщение. Продам 401-й. Никому не нужно там? Кабриолет? 401-й. Ну, видимо, у человека 402 кабриета, а 401-й собирается продать. Купим. Что-нибудь вот такое, вот из, допустим, 401-го, там, можно сделать? Из любой ли машины можно сделать кабриолет? Нет, конечно. Вот, вот ты сказал, что очень нелегко, нужно донора, вот чуть подробнее на этом. Почему? Казалось бы, да, возьми там, чик-чик, отрезал крышу, выкинул, вот тебе кабриолет. Это все так, это все... Я понимаю, что не так, но хочу, чтобы вы подробно, насколько возможно объяснили это. Подробно объяснить можно. Автомобиль кузов-кабриолет имеет усиленные элементы кузова. Усиляются лонжероны в первую очередь, если брать тот же Peugeot, то там усилены лонжероны на 40 мм. Усиляются пороги, усилены боковые крепления, крепления дверей, петли, потому что... Самая главная рамка лобового стекла. Рамка лобового стекла, да. Самый главный элемент жесткости кузова, это все-таки рамка, потому что... Потому что и некуда опираться, а когда и набегающий поток воздуха... Да не то, что набегающий поток воздуха, кабриолет это тоже машина, она тоже может перевернуться. Тьфу-тьфу-тьфу. Хотя статистика говорит о том, что случаев таких очень мало. Ну, поскольку зимой на них ездят мало, во-первых, их просто мало, зимой на них ездят мало, если ездят, то не гоняют. Летом, соответственно, тоже не очень гоняют, поэтому можно сказать, что такие самые дисциплинированные. Хотя, наверное, с ветерком промчаться можно тоже. С другой стороны, мне не очень понятно. Вот, честно говоря, когда я ездил на 500-сильном Ягуаре, ну, понятно, что 120-130, где можно ехать на... И уже, ты понимаешь, что не говорить, не общаться с соседом, со штурманом, не говорить по телефону совершенно невозможно. А на большей скорости, я понимаю, что вообще ничего невозможно. Хотя, наверное, кто-то... Да, всё, есть люди, которые гоняют постоянно. Кстати, расскажите мне, как вы общаетесь по телефону? Ну, я имею в виду за руль. Ну, невозможно, правда, всё время парковаться и общаться? Или вы не говорите по телефону? Я говорю по громкой связи, с Сергеем общаюсь. Да, на Белизе. И тогда вся Москва слышит, о чём... А у меня поднятые стёкла, и тогда... И крыша закрытая. Нет, почему? Существует же хендс-фри у любого аппарата, можно подобрать хендс-фри. Такое, что невозможно общаться. И мне кажется, это... Ну, согласен, ну, это... Минусы есть. То есть, это же не идеальная машина. У каждой машины есть минусы. У кабриолета, вот, действительно, да, повышенная шумность при езде свыше. С высокой скоростью, да. С 70-80, там, 100 километров. Ну, более, там, 100 километров в час. Действительно, шумность увеличивается. Но это и добавляет драйва. То есть, когда едешь с открытой крыши, там, 100-120, где разрешено, соответственно... Почти как на мотоцикле. Почти... Ну, можно... По крайней мере, то ей ощущается скорость. Можно высунуться на улицу и, соответственно, ощутить себя... Поймать себе муху в лоб какую-то там. И уже потом перехочется. Хорошо, если не майского жука, то муха это, ладно, еще. Ну, майский жук... Да, это будет серьезно. Архангельская область. Что-нибудь про Астру Твинтоп? Скажите, пожалуйста, Денис, из Котласа. Есть у нас в клубе три Opel Astra Твинтоп. Как правило, владельцы не жалуются. Беспокоит их большой расход топлива, около 15 литров для двигателя. Ну, 15. 1,8, как бы... 1,8, на самом деле, это... Многовато. Многовато. Да. Но сказывается все-таки, что машина более тяжелая. Как правило, кабриолеты, они тяжелее своих... Просто потому, что их нужно именно за счет усиления. Да, усиление, да. Механизм с крышей проблем не возникает у этой машины, если ее, соответственно, обслуживается, если смазывается крыша. То есть, скрипов таких серьезных... Хороший бюджетный автомобиль, как бы, да? Да, да. Ничего плохого сказать не можно по этой машине. Сколько сейчас Твинтоп стоит? Около... Ну, БУ рынок начинается от 800 тысяч рублей. Ну, а новая? Ну, где-то около 1,3 миллиона, 1,4 миллиона. Ну, в общем, чуть подороже, чем тот же ЦЦ. ЦЦ где-то в районе миллиона, да? Да. То есть, ну, одноклассники, да, они, в принципе... Ну, скажем так, вы бы Денису из Котласа рекомендовали бы, да? Да, неплохо, если ему нравится этот автомобиль. Если машина нравится, надо брать. Друзья, у нас остается буквально 10 минут. Не хочу завершать на этом, но все-таки я обязан спросить. Ну, все так хорошо, прямо не бывает. Но правда же есть проблемы. Вот немножко о ложечке дегтя. Проблемы, конечно, есть, как и в любой другой машине. Есть такая проблема при мойке автомобиля, когда моешь, из-за уплотнителей дверей попадает вода, влага в салон. Есть тот же шум на скоростях. Вот ездил в Европу на скоростях 200+. Немного некомфортно в салоне находиться, на автобане, да. Какие еще? Ну, пыль в салоне, да, как бы говорили уже об этих проблемах. Ну, а так, в принципе, если клиренс позволяет, можно ездить и зимой, и летом, и на дачу, куда угодно. После поездки в городе, то есть, ну, как следствие, не только грязный салон, грязная голова. Это правда, да? Да. Ну, не то, что... Проедешься, и больше денег на шампунь потратишь, нежели там получишь удовольствие. Особенно в Москве, да, когда? Ну, да. Да, то есть проблемы... Самая, наверное, главная проблема, когда эксплуатируешь автомобиль-кабриолет, именно если он начинает ломаться. Ничего страшного, да, если сломался там что-то в двигателе, что-то в подвеске, что-то в тормозах. А если сломалась крыша? А если сломалась крыша, к сожалению, это сотни долларов, это, может быть, тысячи в некоторых случаях, может быть, даже еще и больше. То есть, вот этот нюанс, откидная крыша, это, конечно, дорогой нюанс в этих машинах. И если он ломается, то придется немножко потратиться, то есть, чтобы привести машину в чувство и, соответственно, опять же, продолжать наслаждаться. Втянуться в кабриожизни, стать кабриоводом легко, как не понятно. Ну вот, например, машина разонравилась или решил другую купить. Насколько это ликвидный продукт на рынке? Поскольку мне-то кажется, что продать кабриолет не так-то легко. Ну, гораздо сложнее, чем обычную машину. Правда ли это? И как это эта проблема решается? Не совсем так. В последнее время в Москве очень много кабриолетов. Рынок ликвиден. Все зависит, конечно, от цены, которую вы выставляете за свою машину. Если она находится в сегменте рынка, то без проблем можно продать кабриолет в сезон. Никаких проблем не составляет. Так же, как и любую другую машину. Еще многое зависит от состояния. То есть, постоянно существует некая группа людей, между собой незнакомых, которые ищут, находятся в поисках кабриолетов, и поиски доходят до года. То есть, они хотят определенную модель, с определенной комплектацией. Да, эти машины есть на рынке, но они ждут хорошего состояния. То есть, если состояние машины очень хорошее или близко к идеальному, то машина продается очень быстро. Потому что сейчас, действительно, с каждым годом спрос на кабриолеты действительно растет. Мы видим по количеству участников на своем форуме. То есть, постоянно приходят люди, приходят. И все больше и больше люди приходят из регионов. То есть, это и уже за Уралом очень много машин передвигается без крыши. И северные наши регионы. То есть, это Архангельск, и Мурманск есть. Ну, вот, все на сообщении из Архангельска. Вот, то есть... У нас даже участники из Екатеринбурга, да, там... Да, в Екатеринбурге есть участники. Ну, любая машина всегда найдет своего покупателя. Вопрос цены и вопрос состояния. Есть звоночек. Давайте примем. Осталось пять минут. Надеюсь, что успеем. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Слушаем вас. Здравствуйте. Меня зовут Михаил из Санкт-Петербурга. Вот такой вопрос. Какие ощущения, когда вы стоите в пробках с открытым верхом? Спасибо за вопрос. Вопрос мне очень понятен. Мне кажется, он всем понятен. Ощущения в пробках... Честно, я стараюсь в пробках поднимать крышу. Если пробка перед светофором, да, там, на 10 минут, то, соответственно, не поднимаю. Если там вижу, знаю, что пробка глухая, и придется постоять около 40 минут, а то и час, то крышу все-таки поднимаю, включаю кондиционер. Но если стоять в пробке, ничего страшного в этом нет. Главное, чтобы не было рядом дымящего КамАЗа. Да, да, грузовиков не было рядом, то есть держаться как-то более левее, наверное, в левой полосе. Куда грузовики не ездят. Вот, либо, соответственно, заранее, зная, что будет пробка, там, поднять крышу и поехали. Я сейчас столкнулся с такой особенностью, поскольку я человек в очках, и не могу эти очки сменить на солнцезащитные. Когда нет крыши, приходится очень жмуриться, потому что все время солнце. И вот я понял, что мне кабриолет... Бывает тяжело ехать в кабриолетик, потому что солнце все время светит, даже крышу закрывалось. Головные уборы. Головные уборы чаще всего это безбалка. В широкой ковбойской шляпе. Можно. Ремешок, соответственно. Скажите, пожалуйста, мне, как реагируют доблестные сотрудники дорожной полиции? Как-то... Больше к вам расположены они, меньше? Или в общем... Бывает такое, что часто останавливают. Ну, в Москве реже так, а вот где-то по области, в соседних областях останавливают. И когда рассматривают документы... Ну, как, как, как? Да, там, когда рассматривают документы, задают вопросы. А крыша не течет? А зимой не холодно? А не порежет во дворе? Ну, все стандартные вопросы. Их все задают. Вот. Ну, и, соответственно, там... А где купить? А сколько стоит? А как в эксплуатации? А дорогой, недорогой? Ну, больше все-таки останавливают. Больше позитива. Да, позитива, да. То есть, ну, нет такого, что... Там, вот, ты зажрался, ты там ездишь на кабриолете. Иногда бывает, да, там... Да ладно, что у тебя там нет 100 рублей на штраф, там, сам ездишь на такой машине. Ну, а сколько она стоит? Ну, стоит она там 150 тысяч. Еще такой вопрос. Как насчет насморк, продутые уши, горло болит? Там есть кондиционеры в машинах, люди простужаются, здесь реальные сквозняки. Есть такая проблема вообще? Такой проблема не замечена. Есть проблема, если едешь ночью, соответственно, да, крышу лучше поднять, потому что, если нет ветрозащитного экрана, может продуть спину, там, может случиться неприятность. Ну, и по здоровью, там, люди разные бывают. То есть, кто-то под холодный душ попадет, и под холодный дождь уже простыл, а кто-то может, там, гулять всю ночь под дождем, и ничего ему не будет. То же самое в кабриолетах. То есть, кто-то сел, его сразу может продуть, да, там, новичков, особенно, кто не знает, как бы, что едут, там, в холодное время, с опущенными стеклами, больше всего задувает ветер, особенно, вроде как, парадокс, но вот идет завихрение и дует, в основном, в спину. Вот, у кого широкие плечи, может, кто-то сидит, соответственно, продувает и шею, и спину, да все продувает, может, все продует. Ну, соответственно, аккуратность, нужно помнить, что холодное время – это холодное время, то есть, поднимать стекла, включать печки, там, в кабриолете печка работает круглый год, это стабильно. Даже летом, да? Даже летом, да, когда, допустим, ну, градусов 16-17 на улице, приятно ехать, когда тебя обдувает, там, теплый ветерок. Вот. Аккуратность, аккуратность, подходить, аккуратно подходить к выбору погодных условий, в которых эксплуатируешь именно кабриолет без крыши, когда откидываешь вверх. Друзья, к сожалению, как я и обещал, время в эфире наше стремительно убежало, поэтому я благодарю, что вы были у нас в гостях, говорили мы о кабриолетах, в гостях у нас Сергей Фас. Сергей, спасибо. Ярзуманов, Арам. Спасибо. Друзья, спасибо, что нашли время, спасибо, что так вкратце рассказали какие-то тонкости владения вашими кабриолетами. Друзья, ну, каждому, конечно, из вас придет самому решать, будет ли в вашей жизни кабриолет или не будет его. Мне кажется, это хорошо, другое дело, практично-непрактично. Но, мне кажется, это, по крайней мере, некая такая позитивная, еще одна позитивная история в жизни, которой не стоит пренебрегать и как-то относиться к этому автомобилю так, с таким небрежностью и не переживать. Если вам хочется иметь кабриолет, имейте его. На этом позвольте с вами попрощаться. Вы смотрели программу «Попутчик». Меня зовут Сива Кущинский. Всего доброго. Увидимся. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова